Здравствуйте, друзья! Сегодняшняя тема касаемо волнительного момента. Когда же французы вновь распахнут свои границы для российских туристов? Обсудим текущее положение дел и предположение о будущих перемен в визовой политике. На сегодняшний день получение французской визы – задача не из легких. С какими препятствиями сталкиваются россияне и почему прямой путь в сердце Парижа стал для них дорогим удовольствием? Самый простой путь – оформить визу – это не на русский паспорт и не в России. И тогда все пройдет гладко. Французские граждане порой имеют достаточно устаревшие предпочтения о жизни в России. Многие искренне верят, что наши соотечественники живут в условиях крайней бедности, едят только хлеб и забивают водой. В этой части мы развеем мифы и покажем, как на самом деле живут русские люди. Неожиданный поворот. Французы сталкиваются с реальными видео о жизни москвичей, испытывая разочарование по поводу своей реальности. Почему их столица не может похвастаться таким же? Переменчивая ситуация в самом сердце Франции. Сегодня в Париже фермеры выражают свое недовольство, устроив забастовку. Давайте посмотрим, что происходит на улице этого великолепного, но возмущенного города. Эти кадры демонстрируют нам сегодняшнюю Францию, погруженную в социальное потрясение. Что изменится для туристов, когда они снова смогут ступить на эту землю? Напоминаю, что во Францию можно полететь не напрямую из Москвы. И вот перед нами самое неприглядное место Парижа. Вы удивитесь, но даже такие места имеют свою историю и необычные места в центре Парижа. А сейчас я вам покажу красоту самой роскошной станции парижского метро. Вы увидите, что она может этим похвастаться. Красиво. И вот типичное метро России. Ничего особенного, скажете вы, но в сравнении с парижским метро, оно скрывает всю ту историю, про которую уже многие забыли. Я приглашаю вас поделиться своими мыслями, как вы считаете, готовы ли французы вновь принять российских гостей. Оставляйте свои комментарии под видео, и не забывайте посмотреть другие видео на канале, которые вам будут интересны. До новых встреч!